Продвинутые обучения с потреблением Продвинутые обучения Продвинутые обучения И в данном случае Я не знаю, что они учат Да, вот они учат выражение Этого чудовища сверху В общем, смотрите В чем история Человеки очень легко могут выучить Какие-то знания, которые уже есть В своей общине Просто имитируя кого-нибудь, кто этим знанием обладает И раз человеки так умеют Давайте поймем, не хотим ли мы Ну, мы машины, о господи, да Не хотим ли мы научить машины делать так же На самом деле хотим И основной причиной, по которой Такой способ обучения Через имитацию кого-то знающего хорош Тем, что Обычный reinforcement learning Очень часто чудовищно плох В силу того, что вам сложно Настроить функцию награды Функция награды, на самом деле, задуматься Она вам всегда в reinforcement learning Приходила извне Она вам всегда кем-то выдавалась Ну, там, по условию задачи Но в любой нетривиальной Прикладной особенно задачи Задизайнить хорошую функцию награды сложно Ну, единственный пример На самом деле единственное исключение Где награда дизайнится хорошо Это игры Ну, потому что там есть кто Там есть какие-нибудь очки Которые вы максимизируете В любом другом месте Ну, например Строите вы своего собственного чатового бота Я сейчас должен был сказать про диппалов Но мне денег не дали Поэтому не скажу Вот Строите вы своего чатового бота Это бот поддержки в банке И вы пытаетесь определить Что же такое хорошо Когда ваш бот поддержки Хорошо поддержал человека в банке Вот Ну, например Представьте себе Что давайте так Я буду придумать функции награды А вы попробуете как бот Сказать, что бы вы сделали Если вы хотите награду это максимизировать Ну, первое соображение Вы хотите, чтобы ваши пользователи Испытывали положительные эмоции Поэтому вы будете оценивать Настроение пользователя И чем оно выше Тем больше ваш бот молодец Ваши действия Да, шутки И анекдоты Ну Да, это Первое соображение Второе соображение Котиков Да, отличная мысль Вот, в продакшн Тем не менее Смотрите Это Отлично Беда С этим как-то поборолись Давайте скажем Что кроме этого Придумали какую-нибудь вторую часть Того, что происходит Сейчас ваш бот Показывает Рассказывает всем шутки Они смеются Уходят Идеальные сессии Давайте скажем, что пользователь Должен не только уходить Но и оставаться с вами И добиваться каких-то целей Вы хотите, чтобы Ваш бот Как можно дольше Поразмемоделствовал С пользователем Как можно Но это на самом деле Из реальной жизни Случай Функция награды такая Чем дольше ваш бот Общается с пользователем По поводу По любому поводу Тем лучше Ваши действия Вот Вы хотите впарить ему кредит В процессе предложения Человеку кредита Как получить Как можно более длинную сессию Да Тут нужен очень тонкий баланс Вы хотите его не задолбать С другой стороны Вы хотите продержать его Как можно дольше До состояния Когда вы Предложите ему кредит И обречете его жизнь На вечные страдания В следующие 20 лет Короче, есть проблема Задизайнить хорошую функцию Награды сложно И это верно Не только В каких-нибудь Абстрактных вещах Типа диалогов Но и также В тех местах Где Казалось бы Стандартные функции Потерь есть Ну, кроме Хрестоматиного примера Что если вы занимаетесь Онлайн рекламой То вы не всегда Хотите просто Максимизировать клики Вам еще хочется Чтобы вас за эти клики Потом в суд Не отправили Вот Даже простейший пример Думаю Пример, которым я всех Задолбал Но те, кто меня не слышали Я вот теперь еще и вас Задолбаю Даже в Image captioning Когда вы хотите Картинку описывать Текстом У вас есть метрики Насколько вы молодцы Но эти метрики Работают только до тех пор Пока вы их не оптимизируете Как только вы Учите Агента Который явно Максимизирует Какую-то рукописную метрику Которая там мерит Насколько вы хорошо Описали картинку Ваш агент Получает охрененные Значения метрики Вот Ну, видимо Ему очень хорошо А вам плохо Потому что Если это, например Метрика BLEU Которая Награждает вашего агента За то, что он угадал Все слова Из перевода И Ваш агент Посуществляет память По несколько слов Подряд Ну, то есть Как вы не говорите Про сеошника Вот Ваш герой зашел в бар Забегаловку Фастфуд Купил там Я не знаю 33 напитка подряд Бесплатно Без регистрации И Это везде так Это на самом деле Было очень долгое введение Главный посыл Отсюда такой Награду дизайнить сложно Давайте не дизайнить награду Давайте вместо награды У нас будет какой-то Какой-то Ну, эксперт Какой-то дядя Который знает Как играть в игру Знает, как получать Хорошие результаты Вот Но что это за результат Нам никто не сказал И Этого товарища Будем называть Попеременно Писа-звездой Эксперт и батя Ну, так может Получилось Вот У него есть Какие-то вероятности Но вам их напрямую Не дают Вместо этого Вам дают траектории То есть У вас есть Выборка В которой есть Состояние действия Состояние действия Состояние действия Который играет Ваш супер-мега Эксперт И Вы хотите Как он Но В общем Вы хотите это делать Без его участия Освоение Расить Как бы вы Такую задачу Решили Да Ну да Фидпредикт Короче Смотрите Вообще говоря Это задача Обучения с учителем Если в лоб Посмотреть На нее И не углубляться В то, что там Состояние действия То есть Вообще-то У вас есть Не знаю Какие есть Например У вас действия дискретные От задачи классификации Какие есть методы Которые могут решить Задачу классификации От картинки Предсказать вам Вероятность действия Все, да Примерно так Ну там Logreg, например Короче Выписываете Для них какую-нибудь Функцию потерь Оптимизируете ее И вы молодцы И более-менее Это Один из Самых простых Вот прям Просто как палка Методов Как можно делать Имитационное обучение Он настолько прост Что даже почти не считается И Казалось бы Он даже работает Но Как только вы Применяете К сложным средам У вас начинаются проблемы Проблема начинается Потому что Ваш агент Не всегда Идеально умеет Копировать поведение Эксперта Но иногда у вас Данных не хватает Иногда у вас Неронка Просто дура Вот И Как только Ваш агент Ошибается Цена ошибки Вот в таком сеттинге Когда вы Играете В каком-то МДП Может быть Очень большая Ну например Представьте себе Что у вас есть Как называется Селф-дравинг-кар Беспилотный автомобиль Самобегающая повозка Так вот Вы хотите научить Самобегающую повозку Можешь На камеру заявить Что ты так сказал А я потом скажу Что я не виноват Если меня Диппабло Я прочитал это В этушке Шесть лет тому назад Очень авторитетный источник Так вот Вы обучаете Самобегающую повозку Которая пытается Вписаться в поворот И не убить никого И Вместо того Чтобы максимизировать Функцию наград Которые вы сделаете Там не знаю Альфа умножить На количество сбитых пешеходов Вы решили Обратиться К какому-нибудь эксперту По вождению машины Ну как вы думаете Кто это? Ну да Какой-нибудь Очень специфичный человек Который там Всю жизнь В седле А потом приехал Зарабатывать Человек И он ни разу Не умер А теперь Вы обучаете Вашего агента В идеальном мире Если ваша нейронка Сможет По всем состояниям Делать более-менее Правильные действия Вы молодцы Вы дошли Вы научили Идеального агента Но если вдруг Хотя бы в одном месте Ваше чудовище Ошибется То может произойти Очень неприятная ситуация Смотрите Как только Ваша нейронка Ошиблась Она вышла в какое-то Другое состояние Например Повернула не туда Вы мгновенно Оказываетесь В каком-то месте Где В обучающей выборке Вы ничего подобного Не видели Ну Свернули в другой квартал И Как Давайте что-нибудь придумаем Вот у вас есть нейросеть Она увидела состояние Которое она никогда не видела Как вы думаете Что она будет делать Вот Да Вот и я не знаю То есть Более-менее В зависимости от того Какой сорт Нейросетей Вы тут использовали Вы будете видеть Разные трипы Вот Обычно они сводятся к тому Что ваш агент Совершает Кидатель Случайные подергивания И Ничего хорошего Не происходит Вот Теперь давайте Пытаемся этот алгоритм Починить Смотрите Behavior Cloning Просто супервайз Обучение Работает плохо Потому что Если вы ошибаетесь Вы начинаете попадать В состояние В котором вы ничего не видели И дальше не можете продолжать Скажите пожалуйста Как бы вы это починили Если Вы Это эксперт По вождению автомобиля Да-да-да Смотри Идем в серверную комнату И говорим Ты че делаешь Ты прав Просто давай Как я подсказал Ага Да-да-разметил выборку А вот куда выезжая Ну да Вот можно Да-да-действительно Ты изобрел статью Восемнадцатого года Мы сейчас Мы глупые Поэтому у нас будет статью Восемнадцатого года В общем смотрите В чем идея Что действительно Мы хотим расширять данные Так чтобы они включали В себя то состояние Куда пошел наш агент Я видел там был вопрос Я сейчас немного еще Руками помахаю И вы его зададите Смотрите Вместо того Чтобы просто В случайные направления Мы можем сделать более Скажем так Более целенаправленное Доразметку выборки Можем сказать Вот давайте мы водителя Вот в этот момент Включим То есть Я не знаю Представьте себе Что наш агент Это такой Как это называется Водитель-ученик У него там рядом сидит водитель Так вот если этот товарищ Уехал в кювет Или куда-то совсем не туда То в общем батя Садится за руль И начинает выруливать Так как надо Вот И после этого Вы получаете себе еще примеров И добавляете их в выборку В общем этот метод Тоже древний Как вселенная Называется Dataset Aggregation И он работает примерно так Вы начинаете С какого-то множества Данных Траекторий Эксперта Учите по этому стратегию Просто супервайз Обучением Любым методом Зависит от задачи Потом Играете вашим агентом Траектория Здесь потенциально Вы можете куда-то съехать В кювет И дальше Просто пытаетесь Спросить у эксперта Что бы он сделал В тех местах В которые ты на свою беду попал И добавляете в выборку Задача очень простая И метод очень простой А прежде чем мы начнем Его тут ругать Неистово Скажите У вас какой-то вопрос был Кажется Да А Именно так Если у вас есть похожие действия Вы надеетесь Что ваша нейронка обобщится Иногда вы можете уехать Совсем в другие Дали Ну и на самом деле Кстати Та же самая проблема Вы встретите не только В вождении автомобиля Но и где угодно Ну например Я не знаю Учите вы систему машинного перевода Простите Но это к сожалению Это мое проклятие Я буду всегда про них рассказывать Учите систему машинного перевода И ваша система машинного перевода Сделала перевод правильный Но использовав не те синонимы Которые были в обучающей выборке Сделала его до середины Вот у вас есть начало предложения Которое является правильным переводом Но не таким как в выборке После этого Ваша нейронка смотрит На свои же предыдущие слова Ужасается Замечает Что такого никогда не было И ее начинает Нистово В общем Плохо Вот Давай Вопросы повторять Вопросы повторять Да Вопрос про даггер Как понять Что Да Ты договори Извини По умолчанию Вообще Все состояния В которых ты участвовал Да Спасибо Смотрите По умолчанию Действительно Есть проблема Что не все действия Вопрос был Вопрос был в том Какие именно Из видимых состояний Мы хотим Развешать экспертом Правда же Так вот По умолчанию все Можно умнее Можно вести какую-нибудь Оценку неопределенности Байоса Воподери И Те состояния Которые самые неопределенные Вот там Вот там-то и спрашивать батю Вот На самом деле Мы тут пришли к Давай Ты хотел что-то спросить Смотри Автомобиль Стоит Нет Как получается Get optimal action Относительно эксперта Мы берем эксперта Вежливо предлагаем ему Сесть в состояние S И требуем его Сделать действия Это и есть Optimal action Ну в общем смотри Если ты умеешь вводить У тебя есть политика Эксперта И Механизм здесь какой У нас эксперт Не только Предполагается Что эксперт Для вас Это какой-то черный ящик Который очень дорого стоит То есть Вы можете Им разметить выборку Вы можете Его попросить Кое-где вам помочь Но Постоянно им пользоваться Вы не можете То есть Эксперт Не только выборка Иначе Это был просто Супервайз Лернинг Эксперт Доступен еще И В таком виде Но это довольно дорого В принципе Можно Да Но если я каждый вопрос Посмотреть Будет очень долго И мучительно На самом деле Знаешь Самое Классное Я боюсь Что здесь Таки Слышно Будет В этой аудитории В отличие Эксперта Я могу Не повторять Просто на юбиде Снова Стоять Раскачет И Вопрос Не слышит А Да Смотри Вопрос Не стоит ли Кроме оптимальных действий Спрашивайте С эксперта Еще как делать Не надо Ответ Если вы такое Можете сделать Вы можете придумать Алгоритм Который С использованием Этого Будет работать Лучше Но у нас Сегодня Не об этом Этот вопрос Настолько хороший Что я не буду Повторять Потому что Он не по теме Но я отвечу На него Потом В кулуарах Смотрите Давайте пока Про даггер Про этот метод Если вдруг Вам непонятно Как он работает Спрашивайте Как он Все вопросы Чтобы Чтобы убедиться Что вы понимаете Как он работает Если нет Давайте поползем Дальше Придумаем Менее Долбанутые Алгоритмы Вопросы 3 Вопросы 2 Ну видимо пойдем Смотрите А в чем Беда даггера Беда даггера В том что Как только вы Применяете его Сколь угодно Дорогим экспертом Эксперты начинают Стонать И плакать И им начинает Быть очень плохо Почему Потому что Если до этого Вам нужно было Нанять таксиста Простить его Поездить по городу И потом обучить На этом ваш автомобиль То теперь Ваш таксист Получает Намного более Каверзные вопросы Вот Ваш автомобиль Уезжает в кювет Вы такие Сажаете таксиста В кювет И говорите Действуй Ваш автомобиль Уезжает Я не знаю Там в реку Но вы поняли И То же самое Касается любых Приложений Вы учите Систему машинного Перевода Ваша нейросеть Придумала Совершенно Злокаверзные С вкраплениями Индийского языка Перевод на русский язык Некорректные Состоящие С каких-то слогов Не знаю Питона И вот этого всего И вам нужно Ответить на вопрос Как правильно Закончить этот перевод Чтобы получилось Наилучшее качество Вот Это очень больно Вашим экспертам Становится Неприятно Такое размечать Поэтому такой алгоритм Обычно требует На практике Очень много Мучений с экспертами Можно делать Сильно и эффективнее И об этом Мы с вами поговорим Во всей остальной лекции Смотрите История С которой мы начинали Помните Когда просто Супервайст лернинг Она на самом деле Живет в самом удобном Для нас сценарии Вы просто берете Данные из эксперта И эти данные Используете для обучения Но Как я уже сказал Она работает плохо Потому что она ошибается Потому что Если ваш агент ошибается Его ошибки Дальше начнут распространяться На самом деле Даггер Не единственный способ Избавиться от этой проблемы Вы можете придумать Другой алгоритм Который Как бы Пытается исправить ошибки Пытается понять Что же агенту делать В ситуациях Которых вы ранее не видели Даже Несмотря на то Что у вас нету Желания Спрашивать Какого-то там Эксперта О ваших состояниях Нету возможности Делать как в Даггер И это нас плавно Подводит Ко второй области К inverse reinforcement learning Смотрите В чем вообще разница Между Супервайст лернингом И вот этой вот задачей Клонирования поведения агента В супервайст лернинге У вас есть независимые примеры Они там Откуда-то пришли И нужно просто На них угадать ответы А здесь у вас есть Траектории С связанными состояниями И действия Которые совершает Ваш эксперт Которые вы изначально получили Это не просто Какие-то Несвязанные примеры Это кто-то пытался Целенаправленно Максимизировать Какую-то там Свою функцию потерь Решать какую-то Свою задачу Согласны? То есть смотрите Ваши действия Ваши данные Это попытка Кого-то Оптимизировать Какую-то награду Вместо того Чтобы слепо Копировать его поведение Давайте мы попробуем Взять И понять А что же вообще Говоря он хотел сделать Давайте мы попробуем Выучить функцию награды И Вообще говоря Это целая область Она называется Обратное обучение С подкреплением Ну и Как вы поняли Если обычное обучение С подкреплением У вас есть среда И награда Найти нужно Оптимальную стратегию То обратное обучение С подкреплением У вас есть среда И оптимальная стратегия А найти нужно Все так Нужно придумать Функцию награды И Казалось бы Как вообще это делать Давайте так Кто понимает Как выучить функцию награды Я вам МДП предъявлю А вы награду посчитаете по смыслу по смыслу ну вот так смотри вот петля объясняй нет смотреть да ты прав в принципе интуитивно часто человек может понять что хочет другой человек когда он там пытается чего-то сделать и давайте мы попробуем эту штуку сейчас сначала с вами вместе проговорить а потом формализовать ну давайте сыграем в игру я обещаю она будет не такая кровавая но все зависит от вас если вы будете задавать много вопросов которые сложно повторять твой обед из ваших ушей пойдет кровь молчать мне нет вам наверное можно лучше таки все таки смотрите вопрос на прошлой лекции было что-то про выучивание функции награды видим для чтобы следовать среду это совершенно другая задача здесь у вас нету никакой внешней награды у вас есть оптимальные действия вам не нужно отвечать на вопрос как как когда же действовать себе вам нужно просто понять как бы что чем руководствоваться тот чувак который действовал вам не нужно исследовать среду очень другая задача сильно более простая давайте лучше мы сейчас интуитивно попробуем разобраться так вот коллеги небольшая игра есть лабиринт и в этом лабиринте нужно разобраться в том какие же у агента награды вот эксперт эксперт родился в состоянии вот в этом начал ходить неистово куда-то ходил а потом вышел вам известно следующее вам известно что во первых эксперт получает награду первый раз когда он оказался на клеточке какого-то цвета то есть первый раз зашел на вот эту клетку получил награду за ее цвет зашел на другую этого цвета другую награду ту же самую награду за клетку этого цвета зашел на клетку другого цвета получи награду другую следствующие этому цвету зашел повторно одну же клетку ничего не получил второе это то что ваш агент дополнительно получает награду минус 1 то что он живет как любит говорится же фринслер жизнь боль ему больно жить и он хочет как можно быстрее умереть вот вам известно всего одна сессия. Агент родился вот там, пошел, дошел, ушел из жизни. И также вам известно, что награда за серую клетку равна нулю. Скажите, пожалуйста, во-первых, как вы думаете, чему же равна награда за розовую клетку? Давайте так, во-первых, а дамы в этой аудитории? Скажите, как называть этот цвет? Во-первых, почему ты сказал? Во-вторых, фуксия. А мне это повторять придется. Так вот, клетки этого цвета, скорее всего, имеют награду какую-то отрицательную. Может быть минус 6, может быть, может быть какую-то. Как вы это поняли? А как вы это поняли, действительно? Смотрите, агент потерпел там два или три лишних шага, а ему очень больно жить. Он терпел сколько отличных шагов в жизни лишь бы для того, чтобы не сесть на клетку этого цвета. Вот. Как вы думаете, какая у вас награда за, например, за рыжую клетку? Какая-то положительная, может быть 100, может быть не 100. Вот это. Скорее всего, какая-то положительная, правда же? Вот. Ну и действительно это так, и мы это можем понять, потому что он саминаправленно терпел, шел, страдал куда-то, а ему больно жить, лишь бы здесь закончить. Это очень хороший вопрос, давай я к нему приведу сейчас. Давай я сейчас к этому плавно приведу, ты действительно тысячешь. Давайте, во-первых, ответим на более простой вопрос. Как вы думаете, какая награда желтая? Смотрите, как бы с одной стороны оно может быть равно нулю, вот, может быть отрицательная. Какой довод за то, что отрицательная? Да. То есть, смотрите, агент мог пройти до сюда и собрать много желтых клеток. Если награда была положительной, наверное, он так и сделал. Если нулевая, не очевидно, но если у вас только одна сессия, ну, она может быть, может быть награда нулевая, скорее всего, отрицательная. Как-то интуитивно, пока без строгих формализмов математических. Вот. Ну и аналогично за зеленую, как вы думаете? Какая награда? Все вы правы. Задача недоопределена. Может быть положительная, может быть отрицательная. Мы, на самом деле, до конца не вывели предположение о том, как вообще действует агент. Если он действует всегда оптимально, то, вообще говоря, непонятно, какого черта он делал. Если награда положительная, то нужно пройти вот так. А если отрицательная? Скажите, нулевая. Может быть ноль. Смотрите, чтобы вы сейчас не подрались, вот. Короче, вы все действительно правы, потому что при разных изначальных предположениях она может быть положительной, так и отрицательной, так и нулевая. Точнее, нулевая она может быть всегда, а дальше, смотря в какую сторону изменяется мы от ожидания. И ТЛДР, мы с вами понимаем, что мы, человеки, умеем находить награду даже просто всего по одной сессии. Было бы больше сессий, наверное, мы бы поняли, какая награда и в зеленой. Теперь давайте научим этому машину. И здесь нам на помощь приходит первая математическая жесть, но прежде чем нажестить, давайте я коротко скажу, в чем ее идея. Смотрите, давайте мы явно выведем вероятность, промоделируем вероятность того, что наш батя, эксперт, Пи со звездой, пойдет по какой-то траектории. И давай мы скажем, что предполагается, что у него есть какая-то своя скрытая функция награды. Ну, собственно, r от tau. И чем больше эта награда, тем более вероятно, что он пойдет по этой траектории, причем пропорционально экспоненте от награды. Ну, чтобы, с одной стороны, математика проще бралась, с другой стороны, чтобы все значения были неотрицательны. Отлично, предположение такое, то есть мы предполагаем, что у нашей Пи со звездой есть какая-то правильная награда, но мы ее не знаем. Как вообще в машинном обучении восстанавливают переменные, из которых можно посчитать вероятность, но которую вы не знаете? В принципе, если всем по родству по МДП они там будут, давайте попроще. Вот у вас есть, типа, выборка, вы говорите, что это выборка определять нормальным распределением. Как найти параметр нормального распределения? Смотри, в принципе, все это частный случай ЕМ алгоритма. Так же верно, что и ты частный случай ЕМ алгоритма. И всем это частный случай ЕМ алгоритма. Но действительно, самый простой способ – это максимум лайк. Вы пытаетесь, идейно, вы пытаетесь выписать то, какая вероятность, что при определенной... Я задамся какой-то наградой, моя нейросеть предсказать награду. Какая вероятность, что если награда такая, то мой эксперт по этой награде проделал бы такие сессии? Если вы выдали какую-то большую, отрицательную награду, наказали эксперта за действия, которые он делает часто, наверное, вы придумали плохую награду, потому что она наказывает эксперта, а эксперт у нас, как бы, эксперт молодец, мы верим, что эксперт непогрешим. Если ваша награда, наоборот, пощает те действия, которые эксперт делает чаще, и уменьшает, которые делает реже, то, наверное, это имеет больше смысла. Теперь давайте математить. Формально наша нейросеть предсказывает награду вот этого. И она идейно, архитектурно, как Q-функция, как Q-нетворк. Только предсказывает не Q, а R. И если ваша нейросеть предсказала вам награду за состояние действия, дальше вы можете легким движением руки просуммировать это по траектории и получить награду за траекторию. Ну, а если вы можете получить награду за траекторию, вы можете посчитать вероятность траектории при условии того, что ваша награда правильная. И дальше вы хотите выписать, собственно, вероятность всех ваших данных, всех там трех бедных траекторий, ладо, большого количества траекторий, и максимизировать явно вероятность всех траекторий, ну, собственно, всех данных, по параметрам вашей функции награды, по реворду. Ну и давайте мы теперь это просто явно распишем и уже снемся. Явно расписываем. Логарифм вероятности независимых траекторий эксперта — это сумма логарифм, то есть логарифм произведения, сумма логарифм, потому что за логарифм вынесли. И дальше мы просто берем и раскрываем нашу замечательную вероятность траектории, получаем вот такую замечательную штуку. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь какая-то проблема? Да, у меня вопрос сразу. На счет траектории, откуда мы знаем, какой размерности вектор? Откуда мы знаем, какой размерности вектор тета? Я научился. Вектор тета — это вектор параметров вашей нейросети. Если у вас сверточная нейросеть, которая там тремя сверточными слоями по картинке предсказывает для каждого действия награду... It's okay, but you can speak in Russian. Награда, не полиси. Награда задается нейросетью. Полиси вы можете построить из предположений о том, как от нее меняется награда. Сделали предположение, выписали замечательную штуку, давайте ужаснемся. К чему вы уже можете ужаснуться, вот глядя на эту формулу? Знаменателем, конечно же. Вот, знаменателем. Знаменатель — это сумма по всем траекториям, которые агент может совершить, ну, нужной для того, чтобы ваше вероятное распределение честно суммировалось в единицу. Отлично. Единственная проблема, что всех траекторий у вас комбинаторно много, даже в игрушечных задачах. А если вы играете в какие-нибудь Atari, Doom или машинным переводом, занимаетесь, так это вообще какие-то чудовищные значения. Ну, как это оценить? Это сатанисты. Вот у вас есть странная, страшная сумма, как ее посчитать приближенной? Ну, на сэмпли. Да, то есть, в принципе, мы можем взять и на сэмплить, то есть разыграть, допустим, не знаю, 10 траекторий и сказать, что это наш знаменатель. Работать будет очень медленно, страшно, мучительно, потому что ваша такая оценка, она очень неточная, градиент будет не совсем честный. И это беда, и с этой бедой мы сейчас будем с вами бороться на протяжении следующих минут 10. Давайте я устрою буквально 30-секундную передышку, если какого есть вопроса до сих пор. Где здесь максимум? Максимум? Он будет, и про это я тоже отвечу в кулуарах. Ну, то есть, в каком-то смысле мы пытаемся найти такую награду, чтобы, с одной стороны, она лучше всего объясняла действия эксперта, с другой стороны, из всех таких наград мы выбираем ту, которая наибольшая. Там будет энтропия, не боюсь. В общем, энтропия выплывет. Вопросы по текущей формировке? У тебя награда целиком определяется агентом. То есть, при большом желании... Нет ли у нас температуры какой-нибудь у распределения эксперта? На самом деле, эта температура была бы излишняя, потому что ваш агент сам может сдать какую хочешь награду. Он может все свои награды умножить на 2. Температура не нужна. Запутал или ответил? Понятно. Надеюсь, что вы собираетесь на 10. Да. Смотрите, это короткое пояснение к тому, как вообще много всего мы можем выучить вот в такой формулировке. В принципе, ваш алгоритм может выучить такие награды, которые действительно делают... Ваш алгоритм, например, может выучить так, что у вас вероятность оптимальной единственной траектории будет единица. Все остальных ноль. Для этого ему нужно всего лишь выдать... Просто отмасштабировать награды настолько много, что настолько сильно умножить их на такое большое число, что экспонент от награды самый большой будет настолько больше всех остальных, что они потеряются в точности флота или в чем-нибудь еще. То есть, в принципе, ваш агент здесь может сам регулировать, как часто он предусматривает отклонение от оптимальной стратории за счет того, что он масштабирует награды. Запутал, да? А ваша модель, ваша нейросеть здесь, вы выучиваете только награду. Все остальное вы предполагаете. А почему этот алгоритм не скатится в состоянии, когда всем состоянием и действием выдаются нули? Потому что в данных у вас, вот в этих самых траекториях, не все действия равновероятны. Эксперт какие-то действия делает чаще, чем другие. И поэтому вам выгоднее этим конкретным действием давать больше награды, потому что тогда продоподобия будет больше. Я отвечу двумя способами, каждый уже ужасающий. Смотрите, первое соображение, почему он тебе нужен математичный. Зачем нам нужен знаменатель в этой формуле? Почему бы просто не выкинуть? С точки зрения инженерной, если знаменателя не будет, то ты просто можешь все награды сделать бесконечностью, ну там сколько угодно большими, это будет оптимум. А знаменатель интуитивно здесь нужен для того, чтобы выдавая слишком большую награду одной траектории, ты как бы уменьшал правдоподобие для других траекторий. То есть чтобы балансировать. Математический ответ, черт подери, это вероятностное распределение. Вероятностное распределение должно суммироваться в единицу Карл. Пойдемте дальше. В общем, смотрите, мы сейчас с вами будем немного жестить. Знаете, самые страшные в математике выражения начинаются с фразы Let's simplify. Вот. Я вам обещаю, что я проведу по всей этой математике с некоторыми, не знаю, если вдруг вы где-то потерялись, вы можете об этом сказать, я подъявлю некоторую интуицию. Сначала мы просто берем эту формулу, ну и замечаем, что логарифм частного можно расписать как разность двух логарифмов, логарифм числительный минус логарифм знаменателя. И мы сейчас просто взяли и расписали, ну вот там, формула на две строчки, формула на одну строчку просто длинная. И заметили, что на самом деле наша функция потери действительно состоит из двух компонент. Как верно заметил, назови себя полностью. Петя. Так вот, как верно заметил Петя, у нас есть два слагаемых. Награда за текущую траекторию и сумма наград по каким-то другим траекториям, которые на самом деле от текущей траектории не зависят. Давайте мы ее возьмем и вынесем за сумму. Просто вместо того, чтобы ее считать столько раз, сколько у нас данных, мы ее посчитаем один раз и умножим на n. Раз, что она одинаковая. Но это уже неплохо, это позволит нам немножко сэкономить, но на самом деле можно сэкономить намного лучше. Вы можете посчитать это подобие намного более эффективно, если вы сфокусируетесь даже не на нем, а на его градиенте. Сейчас будем дифференцировать, простите. Смотрите, что сейчас будет присутствовать идея? Мы хотим придумать способ, как знаменатели можно разыгрывать по-другому, более эффективно, немножко переформулировав задачу. И для этого мы вгрызаемся в сам вид нашей функции протоподобия. Для начала все очень просто. Производная всей этой штуки, это производная вот этого добра, минус производная вот этого добра, производная суммы, сумма производных внеслась. Производная умножить на n внеслась. Пока что мы просто взяли и переписали производную. А теперь давайте возьмем и продифференцируем этот логарифм. Как считается производная логарифма? Единица на х, а где здесь х? Ну вот да. То есть смотрите, сейчас будет немножко страшно, но смотрите, что здесь произошло. У вас есть логарифм, который дифференцируется как единица на то, что под логарифмом. Множить на производную сумму, ну сумму производных. На производную экспонента, экспонента, на производную того, что осталось. Мы взяли и со всей дури продифференцировали эту формулу просто по правилам производной сложной функции. Там 11 класс, если вам повезло. И мы получили довольно интересную формулу. Смотрите, она, конечно, стала большой и страшной, но в ней кое-где вот здесь есть, смотрите, экспонента. Умножить на один и сумму экспонент. Давайте я это немного перегруппирую, чтобы это было более заметно. Не кажется ли вам, что здесь что-то есть? Softmax. В чем-то тот же самый Softmax, который задает вам вероятность, ну ту самую, которую вы не можете посчитать. Вероятность, что эксперт походит этой траектории. Только уже не вот этой траектории, а тау с крышкой, которая произвольная, которую мы раньше сомплировали из знаменателя. То есть смотрите, что у вас происходит. Теперь это на самом деле примерно следующая штука. У вас есть первая часть, которая числитель изначальной формулы, который вы и так раньше могли посчитать. И у вас есть знаменатель, который на самом деле мотожидание, то есть среднее по действиям, по каким-то траекториям, но уже не равновероятным сомплировать, а траекториям из вашей стратегии, которая учится максимизировать вашу награду. От, собственно, тоже производной награды. Давайте я доведу некоторую интуицию, чтобы вам было не так просто потеряться. Смотрите, идейно, если вы по этой производной идете, у вас есть как бы два направления, в которые вас тянут. Первое направление очень простое. Я хочу, чтобы в среднем по действиям эксперта награда была как можно больше. Просто, правда же? А вот второе направление, смотрите, идея какая. У вас есть ваша награда, и давайте скажем, что ваша награда, она где-то халявит. Она где-то какому-то действию дает слишком большую награду. Эксперт такое действие не делает, вообще никогда пытается его избегать. А вот ваша награда, она дает за него большой бонус. Так вот, смотрите, у вас вот это мотожидание, это мотожидание по тем траекториям, которые оптимизируют вашу награду. Не идеальную награду эксперта, а это кто-то пытался забить ваш реворд. И если у него получилось, он, допустим, собрал то действие, которому вы давали слишком большую награду, то он получит здесь очень часто будет сэмплировать такое действие, у него будет большая награда, и вы будете пытаться теперь этому действию занизить награду. Минус производная награда. То есть у вас здесь есть две противоборствующих силы. Ваша награда, которую вы пытаетесь завысить, действие экспертов, которые пытаетесь завысить награду, и действие политики, которая как бы вражеская, которая пытается под вас, под вашу награду заточиться, которую вы пытаетесь занизить. Ничего не напоминает? От мира обычных нейросетей и простых. Да, то есть смотрите, у вас есть две силы. Одна пытается забалансировать награду, а другая пытается так поиграть, чтобы обмануть эту и собрать как можно больше вашей придуманной награды. Это на самом деле имеет прямую связь с ганами, и эту связь мы сейчас с вами разберем. В принципе, как бы на самом деле, действительно, единственная проблема, это то, что для того, чтобы оценить такую функцию, если у вас получится оценить эту функцию, если у вас получится взять вот это мотожидание, вы молодцы, у вас теперь есть оценка, в которой не нужно там монте-карлить знаменатель, вот это мотожидание, оно как можно, оно сильно чаще будет брать именно те траектории, которые вам важны. Проблема в том, что вам нужно эту политику еще выучить. Коллеги, которые ходят на advanced course reinforcement learning, скажите, пожалуйста, как выучить политику, которая будет максимизировать награду? На полисе градиент, что там еще можно сделать? Ну, хотя-то. Вот. То есть, смотрите, в чем здесь идея? Для того, чтобы разыгрывать вот эту вот штуку, мы с вами будем выучивать отдельную нейронку, которая будет как бы учиться обманывать вашу текущую награду. То есть, у вас есть действительно генератор-дискриминатор, генератор стратегии, которые пытаются максимизировать награду, и такой награждатор, который пытается забалансировать так, чтобы этому давать не слишком много награды, но при этом эксперту скажите, эксперт, а ты молодец. Отличный вопрос. Я его повторю, когда он будет к месту. Давайте я это повторю своими словами. Смотрите, алгоритм уже чуть-чуть более новый, называется guided-cost learning. Смысл его такой. Это модификация вот того алгоритма, который у нас был, в котором вы, с одной стороны, обучаете награду, так, как я сказал, но вот используя политику, которая оптимизирует, и параллельно к ней учите политику нейросетевую, которая пытается, собственно, которая пытается максимизировать вашу вот эту вот рыжую награду об каким-нибудь обычным алгоритм оптимизации. И это более-менее такая, все, кто знает, как обучать ГАНы, знаете, что суперстабильная процедура. Вот. Ее практически невозможно сломать. Вот. Нет. Ну, в общем, смотрите, это действительно довольно нестабильный алгоритм, довольно сложно его обучать, но тут есть одно довольно важное преимущество, что альтернатива этого алгоритма, она в принципе не работает. Это хотя бы как-то сходится. Но, на самом деле, если вы хорошо его отбалансируете, то, в принципе, обучаться вам будет быстро. Ответ на вопрос номер раз. Нужно ли, как именно, нужно ли попеременно обучать нейронки, совместно обучать нейронки? На самом деле, нейронки обычно вот эти вот две, награду и политику, обучаются совместно. То есть как? Начинают со случайной политики, то есть это то, как мы с вами раньше делали, когда начинали, самый простой способ, который бы Монте-Карло заминатель берет. Берут какую-то награду, эта награда тоже какая-то рандомная, она особенно ничего не делает. Сначала обучают награду чуть-чуть, допустим, не знаю, там типа 10 батчей. Потом обучают политику, чтобы награда не зазнавалась. Потом обучают награду, чтобы политика работала лучше. Потом, 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 потом. Получается, что вы совместно занимаетесь оценкой награды и имитацией оптимальной политики. То есть, когда эта штука сойдется, ваша политика будет прилижать эксперту. И при этом вам не потребовалось дополнительно его спрашивать ни о каких действиях, новых состояниях. Конечно же, это все так же не панацея. Если у вас совсем нет данных, то даггер, конечно, будет работать лучше. Ну, типа, лучше спросить данных, если у вас их совсем нет. Но, как показывает практика, такая штука работает сильно лучше, чем просто, собственно, behavior cloning, который не делает предположения о том, что ваш эксперт чего-то максимизирует. Думает, что ему нужно слепо копировать. Ну, вы вот эту политику можете учить для армиистики полисеградиентом, если очень захотите. Но это будет статья уже какого-то 19-го года, если не ошибаюсь. Пока что давайте простую штуку разберем. Вот, смотрите. Вот вы умеете... Давайте чуть-чуть еще подробности буквально, а потом уже пойдем по всяким приколюхам. Смотрите. Напомню, этот пацан выучивает награду, этот пацан выучивает политику. Как выучивать награду, мы с вами только что разобрали. Собственно, вот так. И если вам где-то нужно разыгрывать примеры из политики. Как выучивать политику? На самом деле вы хотите, чтобы ваша политика приближала как можно лучше, как можно ближе то, что было бы, если бы вы оптимизировали вашу награду. Правда же? Если вы хотите, чтобы ваша награда оптимизировала политику, была из тех же самых предположений оптимальна. Ну, как мы это сделаем? Мы дальше возьмем замечательные дивергенции Кульбека-Лейдера между вашей политикой и идеальной. Распишем ее, как обычно, по определению. И дальше, на самом деле, методом махания руками заметим, что вообще говоря, здесь есть два терма. Первый терм — это мотожидание, то есть сумма с вероятностью и логарифм вероятности. Ничего не напоминает? Энтропия кого? Энтропия, да, вашей обучаемой политики. А другой терм? Да, который приближает вас, заставляет вас максимизировать награды. Но здесь проблема в том, что вы не знаете точно вероятности оптимальные, которые экспоненты от награды на знаменатель. У вас нет знаменателя. И поэтому вам, на самом деле, здесь как раз повезло. Знаменатель от вас здесь не зависит. У вас осталось только два терма. У вас есть энтропия, точнее, минус энтропия, кросс-энтропия. То есть, первый терм говорит вам, ваша стратегия должна быть не супер-детерминистичной, она должна иногда как бы рассматривать какие-то альтернативы, разыгрывать не всегда одно и то же. Второй терм вам говорит, максимизируйте награду. Третий терм, константы от вас не зависят. Ну, вы молодцы. Вот. Короче, хорошая новость в том, что обучение в таком режиме работает сильно лучше, чем базовый метод. Плохая новость заключается в том, что если у вас бесплатное огромное количество данных в режиме даггер вы можете получить, то даггер все равно лучше. Вот. Ну, это какие-то слова общие про то, что можно их совместно обучать, можно их попеременно обучать. Ну, это просто вот слайд, который берет и говорит, что вот вы берете градиент один, градиент другой, попеременно градиент находите. Давайте так. Вот по этому блоку есть пара вопросов, наверное, правда же? Вы сейчас зададите? Дальше мы устроим короткий соцопросов вас. Да, у вас будет две нейросети, одна выучивает награду, и это вот она. Другая выучивает полиси, чтобы вот здесь разыгрывать модожидания. Я надеюсь, что здесь можно не повторять вопрос, потому что ответ довольно без контекста воспринимается. И, ну, собственно, ваши награды – это как бы дискриминатор, ваши полиси – это как бы генератор оптимальных действий. Вот. Ну, и оптимальных, в смысле имитирующих экспертов. Вопросы? Все сдохли? Кто все еще с нами? Прикольно. Вот это – это ваша нейросеть вторая, которая предсказывает вероятности действий, из которой вы будете сомпировать. Которую вы пытаетесь… Которую вы используете для того, чтобы обучать награду. Вспомогательные. Которые там взаменатели. Это некоторая идеальная политика, которая максимизирует вашу текущую награду. Ну, она пропорционально экспоненте от награды, точнее. Ты вторая? Ах, ты ж ежик. Нет, не вторая. Смотри. У вас есть… Ну, типа, что здесь написано? Здесь написано расхождение между… С одной стороны, вашей нейронкой, у которых есть веса. Это вот фи – это веса нейросети. Точнее, это же фи. Кажется, это фи, да. И с другой стороны, у вас есть ну, некоторый оптимум, который вы даже построить не можете. Который в профессиональной экспоненте. Вот. Ну, да, дальше просто оказывается, что тот знаменатель, который вас раньше убивал, он теперь вам не важен, потому что для вас теперь награда – это некоторое, как бы, входное значение, а не оптимизируемое величие. Но, как бы, не то, что ты можешь себе представить, явно ты выучиваешь только одно. Давай я попытаюсь это сейчас сказать своими словами, ты меня остановишь, если я опять буду что-то говорить. Смотрите, действительно, у нас здесь есть, с точки зрения инженера, здесь выучиваются две нейросети. Одна награда – не полиси. Награда. Вторая – полиси. Это вот эпи с волной, которая пытается максимизировать эту награду. Для того, чтобы обучать награду, вам нужно использовать вашу полиси, которую вы не знаете, вместо нее вы используете вот нейросеть. Для того, чтобы выучивать вашу полиси, вы хотите приближаться вот к этой идеальной, вероятностной, к идеальной политике, которая максимизирует вашу награду, вам нужно непосредственно знать награду. Вы максимизируете награду. Вот. Сейчас запутал. Ну, ладно. Можно в конце? Смотрите, на самом деле это один из алгоритмов… Момент. Да, ты прав. Да, ты прав, но идейно вы просто минимизируете эту величину. Вот. Смотрите, на самом деле этот алгоритм, он, это как бы некоторый столб, на котором потом придумали огромное количество последователей. Есть смесь максимум-энтропи и инверси-ринфорсмент-лёрнинга с фьюшотом. Это фьюшот максимум-энтропи и инверси-ринфорсмент-лёрнинг. Есть смесь его с паршли-обзирвабл-мдп, есть иерархический инверси-ринфорсмент-лёрнинг. Короче говоря, если вам очень нужно публиковаться, вы это как-то сделаете. Мы с вами вместо этого рассмотрим немного другой толк статей. У тебя срочный вопрос? Где-где? Здесь? Вот эта штука? Вот здесь действительно должен быть плюс. Это правда. Спасибо. Так вот, смотрите, мы сейчас с вами поговорим не столько о разных вариациях алгоритма, потому что там действительно можно использовать, не знаю, полис и градиент, а можно ТРПО для максимизации награды. Тоже имеете право. Там ППО, любую жесть. Мы сейчас с вами поговорим о немножко других сеттингах, в которых вы можете решать более интересные и более сложные задачи. Смотрите, до сих пор у нас было два сценария. Сценарий первый, у нас есть просто какие-то действия эксперта, мы хотим их приближать. Сценарий второй, у вас есть действия, у вас есть действия эксперта, вы хотите несколько приближать действия эксперта, сколько вы хотите понять, что же им двигало. Может быть, для того, чтобы выучивать просто функцию награды, может быть, для того, чтобы оптимально играть потом. Вот. На самом деле, это не единственный сценарий. Очень часто у вас нет доступа к действиям эксперта, но вы все еще пытаетесь как бы заиспользовать человеческие ресурсы для того, чтобы обучить нейросеть. Смотрите, например, представьте себе, что вы обучаетесь не машину водить, а управлять каким-то, не знаю, шагающим супер-мега-пауком каким-то, я не знаю, шестипедальной шагающей ванной. И она настолько сложна, что ни один здравомыслящий человек ей управлять не может. Но вам все еще нужно ее обучить, у вас все еще сложно с функцией потери, допустим, она должна навигироваться по городу. И у вас есть человеки, которые не готовы ее управлять, но человек очень легко может ответить на более простой вопрос. У вас есть две траектории вашей шестипедальной шагающей ванны, в одном из них она ударилась об стену, а в другом стену обошла. Какой из них лучше? Ну вот, вот, вот этот, вот, а здесь вот тот, а здесь вот тот. То есть человек отвечает на вопрос из двух сессий, какая лучше. В каком-то смысле он вам дает информацию о награде, о том, что нужно делать, что такое хорошо, что такое плохо, или даже об оптимальной политике, но не явно. И такого рода информацию получить намного проще, чем, собственно, изначальную формулировку, когда вам прям нужно оптимальные действия делать. Давайте ответим на такой вопрос. Можем ли мы выучить агента, выучить оптимальную политику, ну или награду выучить, на самом деле это две связанных задачи. Выучить награду или оптимальную политику, если все, что вам дается, это вот такие награды. Ну и оказывается, что можем, для этого нужно опять что-то предполагать. В прошлый раз мы предполагали, что у вас есть какие-то действия, и эти действия, они пропорциональны экспоненты от награды. Теперь вы говорите, что у вас есть бинарные попарные решения, и они пропорциональны, точнее, вероятность того, что человеку понравится одна игра лучше, чем другая, она представима как сигмоида от разности наград. Опять у вас есть некоторые скрытые награды, которые вы не знаете, как и раньше. Но теперь у вас сигмоида от разности, потому что вам нужно какое-то попарное решение. При этом награды за траекторию по-прежнему это сумма выучиваемых нейросетевых наград. Ну а теперь скажите, пожалуйста, как такую штуку обучать? Максимум лайклихуд опять. В данном случае бинарная кросс-энтерапия, потому что вы выписываете правоподобие этой величины, я здесь выписал минус правоподобие, потому что я идиот. А так было бы красиво. Ну да. Смотрите, что здесь происходит. Вы выучиваете, опять же, награду так, чтобы ваша награда награждала агента за те траектории, которые пользователь, скорее всего, выберет как более полезные. И на самом деле я понял, что я пролобал слайд здесь, поэтому давайте я вместо этого скажу следующее. Главный ключевой результат вот этой статьи вот в чем. Вы можете обучаться, там, не знаю, обучить робота делать бэкфлипы, обучаться делать огромное количество довольно классных вещей, требуя очень небольшое количество взаимодействия с людьми. То есть вам нужно буквально разметить там 500 таких пар. Это вы можете сделать за вечер. Кто проверяет домашки в шаде за 15 минут. И вы это сможете сделать, опять же, для любой боевой задачи, не знаю, нанять там 50 человек, разумеется, еще в 10 раз больше, и решить ее совсем офигенно. Делаете вы это вот как. У вас есть вот эта награда, которую вы моделируете, оптимизируя вот такое правоподобие. И эта награда, она, чем больше у вас вот таких взаимодействий, тем точнее она предполагает, чем точнее она отображает, что же на самом деле вашему пользователю нравится как награда. И правильно с этим есть агент, который ее максимизирует. И таким тандемом вы их обучаете, и в итоге получаете ужас оптимального агента и заодно функцию награда, по которому вы можете еще обучить таких с десяток. Вот, ну круто. Давай. Никогда не бывает ситуация, когда может быть рационально используете человека, как эксперты бинарные, правильно, ну, лучше, не хуже, а не принимать нейросеть отдельно, которая будет это делать? Ну, с другой стороны, если у тебя есть эта нейросеть, почему бы просто ее не использовать сразу как агента? Я не повторил вопрос, я чудовище. Смотри, этот вопрос, на самом деле, отлично подходит, типа, большую нейросеть в маленькую, например. Я больше приводя, то есть используйте человека как эксперта, например, это вся кипросверточная, например, первая картинка будет из видеоряда говорить, что лучше. Именно так. Да, но ей не учатрять полиси или реворд, а она просто внешней стороне эксперта. Почему бы не обучить нейросеть, которая вместо того, чтобы предсказать реворд, она явно будет говорить по паре полиси, что лучше, что хуже, то есть явно выучить вот эти замечательные вероятности? Да, по действиям скорее даже. В зависимости от действия агента. Да, просто скорее по действиям просто говорить, лучше или хуже. Как человек говорит, лучше или хуже, что там ваша ванна обрезала стену или не обрезалась. Так надо научить нейросеть это делать, а нейросеть это совсем другого склада. Она решает более простую задачу. Так действительно можно делать и делают. Есть, например, Evolved Policy Gradients, которые выучивают отдельную нейросеть говорить, что есть хорошо, что есть плохо. К сожалению, у меня этого в слайдах нет. Да, смотри, отличный вопрос, который на самом деле разбирается в статье. В самом начале, когда ваша нейросеть только инициализировалась, ничем не предобучена, действительно человеку может быть сложно отличить одно падение лицом вниз от другого падения лицом вниз в контексте, что есть лучшее управление автомобилем. Но действительно, эта штука, она во многом про предобучение или про... Наоборот, про дообучение после предобучения, если вам нужно совсем эффективно. Или про задачи, в которых просто... То есть чиселка про 500-1000 сессий, это как раз нужно было, чтобы учить робота, делать бы клип с нуля. То есть вообще говоря, для довольно сложных, казалось бы, задач, человека можно заставить все-таки как-то шумно, не идеально, не точно, но как-то выбирать, что из них лучше, все-таки оно будет обучаться. Но если ты не хочешь тратить лишнее время человеков, ты действительно можешь предобучить свою нейросеть, предобучить политику, а как-нибудь, не знаю, каким-нибудь любым способом есть rewardless reinforcement learning, как можно делать какие-то интересные действия. В общем, смотрите, на самом деле у меня дальше пойдет какие-то общие болтания про разные клевые алгоритмы, и если вдруг выходите перерывы, например, мы можем выустроить. Кто хочет перерыв? Прости, ты один. Вот. Ну, давайте я коротко расскажу, что, собственно, происходило дальше, точнее, даже не так, смотрите, я сейчас немножко по-другому скажу. Мы сейчас с вами разобрали три некоторых довольно простых подхода, которые, с одной стороны, простые и довольно древние, видите, это там, что, 17-й год, 16-й год, это что вообще такое? Вот. А с другой стороны, на них строится огромное количество новых алгоритмов. То, что будет проследить дальше, это будет не фундаментальный алгоритм, а просто какие-то совершенно черепикнутые статьи, которые оказались здесь в какой-то смеси из политических и просто оу, прикольно причин. Вот. Первая из таких статей, она на самом деле здесь оказалась просто потому, что через нее потом удобно объяснять другие. Смотрите, на самом деле, имитейшн лернинг и инверс реинфорсмент лернинг можно использовать не только в своей изначальной постановке, когда вы пытаетесь выучиться по действиям эксперта, но и как такую штуку, которая помогает вам делать обычный реинфорсмент лернинг просто по награде. Первый такой, наиболее, на мой взгляд, наивный заход в эту степь – это self-imitation learning. Опять же, статья одна из десятков, там есть иерархикал self-imitation learning, partially observable self-imitation learning. Короче, идея там такая, что вместо того, чтобы применять self-imitation learning, как обычно, вы рассматриваете обычный реинфорсмент лернинг, вы агентом запоминаете его сессии, как будто это обычный экспириенс реплей, и дальше идея на то, что вы делаете, это вы пытаетесь… У вас были какие-то очень удачные сессии, которые вы с тех пор, не знаю, были там 20 игр назад. Вы с тех пор могли их забыть, вы могли… Просто в тот раз повезло, вы их не закрепили. В общем, вы пытаетесь имитировать эти сессии, вы пытаетесь в каком-то смысле доучиваться, очень похоже на то, что делает cool learning с экспириенс реплеем, только от мира policy-based методов. Вы пытаетесь повторять вот эти вот особенно классные успехи. И это ускоряет ваше обычное обучение. Эта идея довольно простая, но на самом деле не единственная идея в сезе, как делать вот такой, не знаю, imitation learning для обычного эрреля. Кроме этого, есть целый ворох статей, в которых пытаются при помощи imitation learning как-то сжать, сдистилировать, улучшить скорость работы вашего агента. Идейно, ну, представьте себе, что вы решаете model-based задачу, допустим, играете в шахматы. Вы играете в шахматы или там в го, и у вас, в принципе, есть алгоритм поиска по дереву, который за полтора часа на лучших суперкомпьютерах мира может ответить на вопрос, как же ходить. И вот он отлично играет. Единственная проблема, что на смартфон вы такую штуку не затачите. Можно выучить агента, который будет играть, собственно, выбирать те действия, которые оптимальны с точки зрения вашего алгоритма поиска. Это некоторые абстрактные слова, но на самом деле применимо это не только к играм. Есть много задач, где у вас есть поиск по дереву или поиск по графу, который вам потом нужно ужать в какое-то представление, в какое-то устройство, которое не может просто перебирать все возможные траектории. И на помощь опять приходит imitation learning. Одно из применений, которое вот здесь... О, офигеть, так можно было. Одно из применений, это такой метод используется для сдачи машинного перевода. У вас есть нейросеть огромная, и эта нейросеть занимается тем, что она дает вам вероятности слов. Вероятности слов при условии предыдущих слов. И так бы работать более-менее любой сек-два сек. Проблема в том, что вам нужно не сами вероятности, вам нужно найти наиболее вероятный перевод. Вам нужно взять и найти, собственно, такую траекторию, которая даст наибольшее произведение вероятности. Как это делают? В Beam Search, да. Да, Beam Search. Именно так. Beam Search для того, чтобы найти вот самую вероятную траекторию, это довольно дорогой алгоритм, который требует применять вашу нейронку на каждый шаг по 4 раза, по 12 раз, по какое-то большом количестве раз. Теперь представьте себе, что вы делаете машинный перевод на Tetris, ну или на кофемолке. На кофемолке, к сожалению, нельзя делать честный перебор, потому что он дорогой, а переводить хочется, на самом деле не знаю зачем. Вот, но, ладно, делайте вы его на телефоне, допустим. На телефоне машинный перевод вот с таким Beam Search. Вместо того, чтобы делать Beam Search, вы можете выучить агента, который будет явным образом как бы имитировать оптимальную траекторию, которую вы нашли Beam Search. То есть начинать он будет с какой-то более-менее... Сейчас. Вы сначала берете обычную нейросеть, там, в обычных секс-два секс, ищите траекторию долго во время обучения, потом берете агента и говорите, повтори это. У тебя нет Beam Search, просто выбери это жадно, выбери это наибольшей вероятностью. И это называется, собственно, дистилляцией Beam Search или Trainingable Grid Inference, и оно дает вам качество, конечно, не такое хорошее, как Beam Search, но при этом достаточно, ну, сильно лучше, чем если бы вы делали просто наиболее вероятный Inference, то есть Beam Search, а, собственно, жадно, Inference, делали бы. Смотри, идейно происходит следующее. Идейно у тебя просто как бы внутренности вот этой штуки слова активации не растит, здесь даже особенные роли не играют, здесь играет примерно следующее. Есть некоторая нейросеть, там, трансформер, неважно, какая-то хрень, которая выучила вероятностное распределение. Есть алгоритм поиска, который долго и мучительно с помощью этого вероятностного распределения нашел наилучшую траекторию. Теперь ты ждешь копию нейросети, которая выучивает невероятностное распределение на переводы, а пытается как политика максимизировать, ну, то есть, проимитировать, дать наибольшую вероятность той траектории, которую у тебя сразу нашел этот сложный алгоритм. И теперь тебе не нужен сложный алгоритм, ты берешь своего агента, свою вторую нейросеть, которая тебе выдает какое-то действие, вот ты берешь наиболее вероятное действие, и оно тебе сразу ведет по траектории, которую я нашел в поиск. Вот. И тут, на самом деле, я внезапно понял, что у меня... Коллеги, смотрите, давайте сделаем следующее. Давайте-таки устроим перерыв, простите, не для вас, для меня. Почему так? Потому что дальше, во второй половине, у меня, на самом деле, есть кусок материала, который, если честно, я не уверен, что он у меня нормальный на этих слайдах. Смотрите, на самом деле, у меня есть такое короткое послесловие к тому, что было раньше про методы, а потом будет пара прикольных задач. Ну вот, честно, пара, ну, в смысле, как две. Смотрите, короткое послесловие к тому, что происходит с методами. Кроме попыток скрестить бобра со словом еще одну парадигму с имитейшн или инверсторинфорсент лернингом, я сейчас такое сказал, кроме этих попыток. В общем, есть еще одна история, есть еще много историй в таких попытках. Ну, например, вместо того, чтобы обучать ваши модели имитейшн лернингу по функции потерь, протоподобие, как behavior cloning, или при помощи, прибегая вот к этому, к инверсторинфорсмент лернингу, есть много других алгоритмов. Но самый простой из них — это ужас. Давайте мы вместо протоподобия будем учать нейронку на GAN, на функцию потерь от соперничающих сетей. Индейно, если раньше вы пытались максимизировать вероятность действий, которые делал эксперт, именно в самом первом алгоритме, то теперь вы занимаетесь тем, что вы пытаетесь отличить свои траектории от траектории эксперта, и там, где они отличаются сильнее, там бить по рукам больнее. Один из алгоритмов. Есть несколько способов, как можно вкрутить, собственно, имитейшн лернинг в моделбейс сценарии. Есть несколько способов, как это можно вкрутить в иерархический сценарий. Есть моя любимая статья, не то чтобы рекомендую ее читать, она просто очень прикольная и идейная. Давайте мы пытаемся сделать инверсоринфорсмент лернинг и, соответственно, имитейшн лернинг в мультиагентном сеттинге. Это прям милейшая история. У вас жил-был маленький робот, в этом сне был большой человек. Большой человек пытался максимировать какую-то награду, а робот очень-очень хотел ему помочь. Это был более-менее смысл жизни робота в прямом математическом смысле. А для того, чтобы это сделать, маленькому роботу нужно было сначала понять, какого хрена этому чуваку надо, только потом он бы кому квалифицированно помочь. В этой статье рассматривается такая задача. У вас есть какой-то агент, который вместе с вами в двуагентном сетапе, он не рель-агент, он человек, но он что-то хочет. И вы хотите понять, что же ему надо, и помочь. Это очень мило, не суперсложно математически, но, опять же, интуитивно мы с вами, человеки, отлично понимаем, умеем такую задачу решать. Например, если вы встретите пьяного человека, который бьется в закрытую дверь, то, наверное, вы сможете понять, что он хочет внутрь, его впустить или, наоборот, не впустить, но это уже ваши интересы, никто не сказал, что вы кооперате. И таких статьи, на самом деле, очень много можно найти. Я тут ввел ссылку в один из бесчисленных списков статей. Кто знаком с OSMRL, OSMRN, это еще одна штука про imitation learning, в которой есть примерно все, что я рассказывал, еще парочка. А теперь давайте перейдем от каких-то странных алгоритмов к каким-то странным приложениям. Какие-то странные приложения номер один, они, опять же, сейчас будет небольшой прыжок в соседнюю презентацию, они про внезапно поиск соседей. Кто помнит про RL в поиске соседей? Офигенно, чуваки, я смогу сделать... В общем, ты ничего не видел. Я сейчас могу делать вид, что я вам что-то новое показываю. Смотрите, это по мотивам статьи русских ученых, недалеко живущих, которая была на том ICML на прошлом, и которая внезапно решила применить reinforcement learning так далеко, так глубоко, как его еще не засовывали. Задача, которую они решают, это внезапно задача поиска по картинкам. Вот у вас есть огромная выборка. Давайте скажем, что я не знаю. Какие сейчас есть хорошие коллекции картинок? ImageNet, ImageNet, страшные слова, DeviantArt. Смотри, это такой датасет. Его составляют люди. Это просто обменник картинок, в котором есть система репутации, и вся эта фигня. Давайте скажем, что есть DeviantArt. Или просто много-много картинок. Ваш супер-мега сайт, на который заходит пользователь, им нравится картинка. Короче, Instagram еще лучше. Instagram-то все поймут. Надеюсь. Так вот, у вас есть Instagram, и вы хотите сделать в Instagram свою собственную рекомендацию картинок. Вы даже вкрутили замечательный рекомендационный движок, который пытается понимать, какие картинки пользователям больше нравятся. Но вот беда, картинок на Instagram примерно в жопу жри. Я на записи это сказал, да? Ладно. И вам совершенно внезапно хочется это делать за какое-то время. В общем, вам хочется показывать хорошие картинки до того, как пользователь состарится. Они это делают быстро в галактических масштабах. Скажите, вообще говоря, в каком представлении картинки имеет смысл рассматривать, когда вы пытаетесь понять, насколько они похожи, насколько они могут понравиться одному и тому же человеку? Как бы вы вообще-то решали такую задачу? Хочется по картинке какие-то признаки? Ну, как? Можно просто в маленькое пространство сверточное уезжать, в какой-нибудь вектор, наверное, в 4000-м, и в 120-м. Все так. То есть, смотрите, идея, на что будет происходить? Во-первых, мы берем сверточную нейросеть, какую-нибудь, не знаю, с ImageNet или дообученную, и неистово упаковываем все наши картинки в какие-нибудь вектора, ну, например, в вектора предпоследнего слоя активации там VJG, или что сейчас модно говорить? EfficientNet is the new VJG, короче. И у вас возникает на самом деле следующая история. У вас ваши... Ваш... Господи, как его звали еще раз? EfficientNet? EfficientNet. Не файл, не файл, в социальной сети для картинок. Instagram. Ваш Instagram — это на самом деле такая матрица, в которой каждая строчка — это один вектор, соответствующий смыслу некоторой картинки. Ну, это такой Instagram для котов и собак. Вот. Есть некоторые надежды, что картинки одинакового содержания, и они будут близки в смысле... Как вообще поменять расстояние между объектами в этом смысле? Ну, там L2, L1, L что угодно, склярное произведение, косинус, какого-нибудь в каком-нибудь смысле поверх этих векторов. А вы хотите взять и найти ближайший вектор к тому, что пользователи смотрят прямо сейчас, чтобы ему это порекомендовать. Вообще говоря, ваша задача, она очень простая. У вас есть много-много векторов, которые уже упакованы в это пространство. У вас есть запрос, тоже новая картинка, вы к ней примили нейросеть. Вы теперь хотите найти ближайший в смысле L2 нормы вектор из миллиарда. Вот. Как это вообще делать? Давайте так. Курс шада. Что вы знаете о быстром поиске ближайших? Построить кода-дерево. Вырастить, что там, эволюционным алгоритмом какой-нибудь. Тоже дерево, да? Вперед. Ай. Они обязаны, а вы просто имеете возможность. Это обратный сексизм. Я это все на запись. Меня же расстреляют, да? Бл***ь, это поэрисексизм. Да, да, да. Девушка не поступает. В общем, смотрите, что у вас произошло. Вы хотите построить какой-то алгоритм, который быстрее, чем за линию это ищет. В принципе, алгоритмов много. Можно бить пространство на кусочки аккуратно и сделать дерево. Можно бить пространство на кусочки круглые и сделать... Ой, не буду называть, как болтери называют в российские ученые, но неважно. Или можно, например... Какие еще есть алгоритмы? Как можно быстрее к соседям? LSH. LSH, берете, случайно бьете ваши пространственные кусочки хэшами и потом смотрите в пределах одного кусочка или там нескольких. Кто еще? О, еще есть HNSV. Сейчас про него будет конкретно и подробно. Есть такой классный способ, как есть state of the art для больших размерностей векторов. Как искать соседей, если у вас много памяти, но не очень много времени. Давайте мы построим граф, который... Ну, граф поверх наших картинок, вершины которого это картинки. А ребра, ну, как-то их связывают. Как именно, сейчас расскажу. И, собственно, ваши вектора, вершины этого графа, ребра в нем, давайте для формальности скажем, что направленные, хотя тут этого не нарисовано. И у вас есть... Вы совершенно волюнтаристически выбираете какую-то нулевую вершину, ну или там случайную, с которой вы будете начинать поиск. А вам нужно найти вершину, которая ближе всего к запросу. Граф огромный, весь его вы не переберете, это его маленький кусочек. Но вы можете приближенно, достаточно эффективно находить соседей вашего запроса. Каким образом? Вы берете и решаете задачу поиска, но уже по графу. Вы... Как вообще делать поиск по графу? BFS, DFS, ну, короче, Beam Search. Если у вас время ограничено. Давайте скажем, что вы хотите делать примерно следующее. Вы хотите сначала рассмотреть не все картинки, а только соседи нулевая вершина. Это какая-то случайно выбранная вершина. Но вот три из них вы рассмотрели, точнее всего три вы рассмотрели. Давайте мы из них выберем ту, которая ближе всего к запросу. Ну, например, вот эта, я надеюсь. Или вот эта, кажется, чуть ближе. Вот мы в нее шагнули. И теперь мы рассматриваем ужас соседей уже ее. Вот эти две вершины. Это вообще видно, что они там жирные какие-то. Вот. Ну, кто из них ближе? Ну, кажется, что левая. Давайте прыгнем в нее. Итак, вы делаете такой полужадный поиск по графу. Если вы совсем в локальной оптике умушливы можете откатиться. Делаете полужадный поиск, и реально вы можете рассматривать не так много картинок, если вы правильно выбрали граф, если у вас граф хорошо организован, так, чтобы поиск по нему был дешевым. Вопрос, как же устроить такой граф, на самом деле открытый. Но сейчас научная сообщество сходится к тому, что граф, который хорошо умеет решать такую значу поиска, это так называемый small world граф. Small world графы, это примерно такие же графы, как, ну, как граф нас с вами, если вдруг у вас есть друзья. Жестоко, да? Вот. Смотрите, если вдруг у вас есть друзья, вы, наверное, слышали о правиле семи рукопожатий. Ну, или там пяти, шести, двадцати, несмотря где вы живете. А что это за правило? Не помните? Да. Вы и совершенно произвольный человек, случайно взятый во Вселенной, ну, ладно, на планете Земля, там в остальной Вселенной мало людей, связаны отношениями вида он ваш друг, друга, 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 и так не более, скажем, семи раз. И эта самая длина цепочки максимальная, которая семь, она растет, на самом деле, довольно медленно с увеличением числа людей. Если у вас людей станет в два раза больше, длина цепочки увеличится в среднем на константу. То есть она, вообще говоря, логарифмически растет. И для того, чтобы такое свойство обеспечить, граф должен быть некоторый вполне определенный. У вас должны быть два свойства. С одной стороны, вы должны знать, то есть если вот предположить, что мы все с вами вектора в многомерном пространстве, вы должны знать своих ближайших соседей, своих, ну, там, вы знаете людей, которые с вами ходят там в один шат, людей, которые, я не знаю, короче, на вас похожи. И еще вы совершенно случайно можете знать кого-то из совсем другой области. Это комбинирует свойства двух графов. Есть граф ближайших соседей, в котором все объекты связаны только со своими ближайшими. В этом графе долго ходить, потому что если он у вас очень большой, вам нужно будет пройтись по соседям только вот этими маленькими шажками. И с другой стороны, он похож на случайный граф. Случайный граф, в нем можно случайно угадать и оказаться в нужном месте, но в нем трудно доходить в окрестности нужной точки. Если вы смешаете эти два графа, вы получите Small World Graph. Это не то чтобы единственный рецепт, не то чтобы там все очень хорошо формализовано, но там есть некоторые теоремы, которые я, конечно же, вам не расскажу. Но граф, построенный таким образом, будет иметь примерно свойство вот этого вот к рукопожатия. Именно так. Смотри, есть способы, как такой граф построить. И, к сожалению, вы состаритесь, если я все это буду объяснять. Но да, такие способы есть, читайте тут. Если вы в таком графе ищите, смотрите, вы можете искать жадно, тогда у вас есть шанс, что вы, допустим, неудачно пойдете, окажетесь вот здесь. У вас тут, не знаю, если этих ребер нет. У вас оба соседа более плохие. Но, во-первых, можно граф удачно сделать, чтобы локальных минимумов не было. Во-вторых, вы можете делать поиск не жадный, а поиск с откатом, бэктрек-серч или бим-серч. А, там еще, наверное, в большом пространстве, в большей размерности это мини-граф. Этот граф работает в пространствах большой размерности. Да, то есть там он работает в большей размерности. Там все остальное работает чудовищно плохо, типа когда деревьев, которые по разным размерностям разрезают. Вот. Ну, собственно... Да, алкалюминиум, он в большей размерности меньше. Так вот, это state-of-the-art методы, как можно искать картинки в пространствах большой размерности. Не только картинки, любые объекты. Можете, не знаю, Бертом сжимать ваши тексты и делать Яндекс. Ужас. Вот. И Лидия Павлов. Смотрите, давайте мы попытаемся алгоритм поиска на графах улучшить по помощи имитейшн-лернинга. Ну, как это сделать? Смотрите, нам нужно где-то определить эксперта, нам нужно где-то понять некоторую оптимальную траекторию. И нам нужно выучить агента, который будет ходить по этой оптимальной траектории. Ну, ужас. Будем нанимать людей, чтобы они ходили нам по графу, да? Вот. На самом деле, можно проще. Смотрите, если у вас есть некоторый фиксированный граф, то вы можете без использования людей или каких-то внешних экспертов алгоритмически понять, правда, за очень большой расстот времени, алгоритмически найти оптимальный путь по графу. Как это сделать, коллеги? Полный перебор? Ну, а можно эффективнее, чем полный перебором путей? Да, ну, dx-то это для взвешенного графа, это слишком сложно, а если граф не взвешен? Ну да, по сути, за BFS вы можете, то есть за, или за BFS, либо, если вам дорога короткая человеческая жизнь, то за бимсерчну с большим бимом. Вы можете долго, но очень точно найти оптимальный путь. И дальше что вы можете делать? Вы можете выучивать вашего агента ходить вот по этому оптимальному пути на обучающей выборке. То есть вы сначала заранее строите, как бы очень долго мучаетесь, строите много-много примеров, как ходить надо, учите агента, а потом он за вас будет быстро ходить. План такой. Вот. Ну, как это вообще, говоря, сделать? Смотрите, а бимсерч, которым пользуются в таких алгоритмах, он работает так. Вы начинаете с нулевой вершины, и у вас есть куча, в которой вы складываете вершины, но посмотреть. Дальше вы как-то выбираете вершину, добавляете ее соседей. Выбираете, добавляете соседей. Обычно, ну, там, кто писал бимсерч, наверное, знакомая история. И единственное, что вы здесь обучаете, это то, как вы выбираете, что вы можете выбрать, это то, как вы, собственно, выбираете вершину. И я не буду уходить глубоко в математику, но смысл здесь такой. Строится обычная метрик лернинг модель, которая задает вероятности, как выбрать вершину, а еще вы знаете, какую вершину правильно выбрать, потому что через нее идет кратчайший путь. Ваши действия? Да. То же самое, та же самая максимальная предуподобие, которая у вас уже была сегодня три раза. То есть более-менее обучать такую тварь можно обычным, просто, не знаю, градиентным спуском по параметрам по вот этим самым вершинам. Вы, получается, как бы выпрямляете граф, чтобы по нему было удобно ходить. Так. Тут немного слов про имитейшн лернинг, которые у вас уже были, потому что другие слайды. Но идея на то, что вы делаете. Смотрите, вы как бы занимаетесь тем, что вы заранее делаете поиск пути из конца, и у вас есть понятие, куда идти, есть понимание, какими траекториями, куда в каждой вершине идет оптимальная траектория. Вам BFS из конца это скажет. И дальше вы занимаетесь тем, что просто все, где был агент, как в даггере, спрашиваете эксперта, что делать, и учитесь туда ходить. Старый добрый даггер, статья 2019 года, ужас. Немного скучных слов. Для того, чтобы выучивать представление вершин в этом графе, используются графовые сверточные сети. Это были не скучные слова, да. Графовые сверточные сети, которые на самом деле могут быть и просто свертками, и графатеншином, и любыми другими ГНН, кстати, свою любимую статью. И это училось на самом деле довольно приличное время на одной видеокарте, там сколько-то единиц и часов. Ну ладно, не более пары десятков. И в итоге дает результаты немного скучных слов. Рекол поднимается там где-то. Ну в общем, это абсолютный прирост, он считается классным. Типа, вот. Это классно. И это первый сценарий, в котором, казалось бы, совершенно странная, с потолка взятая, не имеющая отношение ни к роботам, ни к агентам, задачу можно решить при помощи imitation learning. Только экспертом здесь является не человек, а сложный алгоритм. Также, как помните, раньше у нас был BeamSearch в нейросетях sequence-to-sequence, и вот можно выучить такого классного агента, который сразу находит оптимум этого BeamSearch. Дальше еще какие-то были общие слова. Общие слова. Применяют эту штуку, да? Эту штуку, да. Типа, вот сейчас вместо BeamSearch применяют, да? Смотри, если что, когда ты реально делаешь поиск на каких-нибудь миллиардах картинок, там не просто HNSV, там чуть более сложный алгоритм. И не то, чтобы там вот этот метод, как он есть, там сильно изнасилованные комбинации из 33-х подходов и everything but for KitchenSync, но это там тоже есть. В плане RL он эффективнее уже применяется, чем какие-то железные алгоритмы типа... Там смесь, во-первых, это не RL и имитейшн Лернинг. А, ну да, да. Простите, что не повторял вопросы. Применяют ли это? Да, применяют, но в составе огромного чудовища. Лернинг, то есть очень сильно артиграфс, я кину ссылку. Я кину ссылку в чате. Вот. Второй прикольный заход, к сожалению, уже не совсем российских ученых, тоже про нейросети и имитейшн Лернинг в его не совсем естественной среде обитания. Смотрите, у вас есть машинный перевод, секунс, не знаю, языковые модели, много задач, где ваша нейросеть должна породить текст. Там суммаризация текста, господи, код написать автоматически по комментариям, комментарии по коду, все, что хотите, даже изображение можно текстом описывать. И все эти задачи, они имеют одно такое стандартное традиционное общее свойство. Их обычно решают, предсказывая по одному слову, либо слева направо, либо справа налево. Обычно слева направо. То есть ваша нейросеть сначала предсказывает первое слово, первое, потом второе, зная первое, третье, зная второе. И ваша задача потом либо просто циклически, либо при помощи алгоритма поиска типа BIM-серча найти наиболее вероятную последовательность текста. Это, если что, был тот самый секунс-у-секунс, нарисованный красивой картинкой для отвлечения внимания. Подвох здесь, скажите, вот в чем. Далеко не всегда оптимально порождать текст слева направо. Ну, самая простая иллюстрация к этому делу, это как вы пишете код. Вряд ли вот вы такие просто берете и сложный алгоритм просто берете и выписываете слева направо, целиком сверху вниз. А если, допустим, ошибка, то просто вначале, то просто все стираете и заново выписываете слева направо. Создание какой-то сложной структуры, там, код, эссе, но в общем все кроме диплома, это на самом деле что-то, что обычно требует какого-то такого, знаете, текстового редактора, именно дописать здесь, удалить там, какого-то преобразования, какого-то количества преобразований, которое не сводится просто к выписыванию всего слева направо. И, казалось бы, если уж мы, человеки, выбираем пользоваться вот таким как бы непоследовательным способом, почему бы не научить нейросеть саму выбирать, в каком порядке и какими операциями она будет писать тот текст, перевод, код, все, что хотите, который вы от нее в итоге требуете. И, ну, есть некоторые общие НЛПшные свидетельства о том, что так можно делать, а дальше теперь статьи, которые пытаются с дочью решать. Статья номер раз, ссылка вот здесь, у вас выучивается модель как бы нейросети, которая занимается не тем, что она дописывает слова как бы справа, то есть дописывает слова слева направо по одному, а она занимается тем, что она вставляет слова, делает операцию как бы insert, а не append в произвольное место. И вот это так, у вас есть нейронка, которая начинает с какого-то одного слова, ну, там, выбранного отдельно еще как каким-нибудь способом, и дальше она отвечает на вопрос, что я хочу дописать слева перед ним, что я хочу написать справа после него. Если ничего, то на этом все заканчивается. Если что-то хочет дописать, допустим, я не знаю, там, R, и потом знак вопроса. Дальше вопрос, что я хочу написать перед знаком вопроса, до R, и после знака вопроса в данном случае сеть решил написать ничего. И единственная проблема такого подхода заключается в том, что не очевидно, в каком именно порядке вы хотите, собственно, выписывать весь этот текст. Почему это проблема? Потому что если у вас обычный sequence to sequence, вы точно знаете, какой токен следующий правильный. То есть у вас есть нейросети, которые выписывают по одному токену, есть единственный способ записать предложение. А здесь вы можете вставить, например, сначала первое слово, а потом добавить перед ним. Или сначала там, не знаю, сначала последнее слово, потом добавить перед ним. Или там посередине, а потом добавлять по одному слову слева-справа. Можете в самом начале и добавлять всегда справа. Есть много способов разными вставками получить одно и то же предложение. Какой из них оптимальный, вы не знаете. Давайте мы скажем, что оптимальный способ это тот, который удобнее всего выучивается нейросетью. То есть тот, которому нейросеть даст наибольшую вероятность. Как его найти, если у вас очень много времени? Беймсерчом, не беймсерчом, любым способом поиска по графу. В разных алгоритмах разные. Давайте мы просто возьмем, найдем его, а потом будем его имитировать. И это примерно вот эта статья, которая использует, на самом деле, есть такая штука, learning to search. Это как специалисты по нейросетям называют imitation learning, честно признаются у себя в Related Work, что это imitation learning, но все равно цитируют свои работы с названием learning to search. Которая занимается тем, что, собственно, делает вот такой перевод текста в не самом прямом порядке. Это дает профит особенно на языках, которые не совсем английский. Ну, типа арабский, типа вьетнамский, типа C++. Что за числа там? Где числа? 1, 4, 2, 2. Если числа я скопипастил эту картинку настолько давно, что сходу не помню, кажется, что это они так отображают какие-то чиселки, которые мы хотим максимизировать. Но, честно, прости, я сходу не скажу. Да, ты права. Ты права. Ты чертовски права. Я сказал неправду, ты права. Это действительно номер слова и номер, в котором слово было прождено. Ну, нельзя это слово, sorry. Вот. Да. Ну и идея на это та же самая история, только теперь применяется для того, чтобы максимизировать совсем в другом месте, совсем другого, но тоже биомиссерчевого эксперта. И таких статей про, господи, как же слайду плохо. Значит, давайте сделаем. Давайте я опять альтабнусь в другую презу. Ничего не напоминает, да? В общем, смотрите, есть еще одна целая история с кучей математики, которая при желании я вам могу кинуть ссылку на статью, где вы можете в этом разобраться. Смысл которой именно в той же самой, в том же самом методе, только теперь поверх не простого там графа сверточного агента, а поверх трансформера. Ну, просто потому, что он хорошо работает для этой задачи. И внезапно оказывается, что такая нейросеть, она выучивает довольно интерпретируемые порядки. Иногда, ну, например, вместо того, чтобы сказать actually, запятая, it was not so funny, точка слева направо, она сначала порождает что-то типа funny, not funny, it not funny. Вот такие замечательные порядки. Я пришлю потом в слайдах обновленный заход с огромным количеством примеров, как она это делала выучивать. Зависимо от того, как вы преинтересуете обучение, она сходится к той или иной схеме. Но получается, что вы как бы нейросетью придумываете естественный способ записи для данного конкретного языка. Ну, для данного конкретного не обязательно языка, это может быть программный код или ноты. Так, чтобы это требовало как можно меньше от нее усилий и, естественно, лучше работало. Какие-то чиселки про то, что у нас все хорошо в плане официальных метрик на кэпшене, на лотехе. Это вот Дима Ямляненко. Подвох в том, что таких статьей, на самом деле, параллельно вышло очень много. Вот. И, наверное, если вы хотите сейчас читать про как использовать Invitation Learning в Sequence to Sequence, есть такая статья, называется Ливенштейн Трансформер. Я вам тоже ее кину. Это модель, которая прям текстовый редактор. Она может вставлять слова, удалять слова, заменять слова, и ей хорошо. Вот. Смотри, ты точно знаешь саму последовательность, которую хочешь породить. Выбрать нужно только в том, в каком порядке ее порождать. У тебя есть текущая нейросеть, и она в самом начале рандомная, потом она в процессе обучения и становится лучше. Она может дать, она в зависимости от того, в каком порядке ты порождаешь, дает этому какую-то вероятность. И чем больше эта вероятность, тем удобнее ей это порождать. То есть тем она больше продоподобным считает конкретно этот способ порождения. Твоя задача — найти тот способ, который лучше всего подходит для нейросети, и его еще забустить. Ну и кроме этого, конечно же, есть миллионы применений, где при помощи там Inverse Reinforcement Learning учат вертолеты летать кверх тормашками, очень полезное занятие. Учат роботов открывать бутылки из-под колы, и вот это вот все. Хэштег все еще не спонсирован. Вот. Давайте так, давайте мы на этой замечательной ноте подставим здесь, в общем, поставим здесь точку. Если я вам нужен, я все еще и здесь, намного лучше, вот там есть кофемашина. И в отличие от меня, она выдает всякое вкус.